Оперативная обстановка на 45-й день. Война в Украине. Карта боевых действий Дип-Стейт. Начались 45-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Российская Федерация продолжает введение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Окупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке нашего государства с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганских областей. На Волынском направлении изменения в положении и действий противника не произошло. На Полесском направлении враг активных действий не проводил. Отдельные подразделения, выведенные с территории Украины, продолжают находиться на территории Республики Беларусь. По имеющейся информации, с целью перегруппировки войск враг осуществляет перемещение подразделений из состава 35-й общей войсковой армии Восточного военного округа и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ в Белгородской и Воронежских областях. На Северском направлении враг завершает проведение перегруппировки сил и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курских областях. А также перемещение отдельных подразделений из состава 41-й общей войсковой армии и 90-й танковой дивизии на территории Донецка и Луганска. На Слобожанском направлении враг завершает проведение перегруппировки войск и восстановление боеспособности подразделений. Также противник продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку города Харьков. Усиливает введение радиоэлектронной разведки. На территории Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для проведения перемещения и других операционных районов. На Изюмском направлении противник вел наступательные действия в районах населенного пункта Сулиговка. На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия сосредоточивает на взятие населенного пункта Рубежная, Попасная и Новобахмутовка. На Южнобукском направлении противник усилил ведение разведки, проводил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Марьинская, Нововоронцовка. Новогригорьевка и Шевченкова. На Донецком направлении враг пытается установить полный контроль над городом Мариуполь. На территории Донецких и Луганских областей защитникам и защитницам Украины за минувшие сутки отбили 7 атак противника. Были уничтожены 9 танков, 7 единиц бронированной и 5 единиц автомобилей техники противника. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки поразили 4 воздушные цели, 2 вертолета, 1 беспилотный летательный аппарат и 1 крылатая ракета. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...